здравствуйте мы продолжаем на библейском портале экзогет беседы о книгах ветхого завета и сегодня мы продолжим на чтение 118 псалма связи с его отношением так сказать раскрытие в нем тех же тем какие содержатся в других книгах ветхого и нового завета мы кончили прошлый раз на первых 12 стихах стихов псалме 118 много 176 каждый из них это такой возвышенный текст в русском переводе это к сожалению не так выразительно как в оригинале вы помните может быть кто слушал замечательную беседу отца олега стене его с толкованиями 118 псалма как он разъяснял о такой форме этого псалма связанный с поэтической традиции ветхозаветной здесь исчислено 22 число 22 количество букв еврейского алфавита и восемь жди такими отдельными строками по 8 строк этот псалом формируется то есть тут весь так сказать опыт говорение который вернее всего выражен в поэтической форме он содержится в этом псалме вот повторяю мы сегодня будем вести речь не о толковании псалма и вот соотношение с иными книгами писания понимая при этом что священное писание это не просто набор текстов которые можно читать подобно скажем ну текстом иных мудрецов народов древних и текстов как скажем метаморфозы о виде излагающие некоторые систематичности мифы греческие или тексты египетские там или асиро-билонский нет это живое предание то есть передаваемая придавая ему живой опыт текст из еще написание передаваемый живой опыт и надо отметить что этот живой опыт живет в особенности в богослужебном в богослужебной практике вернее богослужебном опыте когда откровенят об особенности и воспринимаются человеком и богослужебном опыте Ветхосоветной Церкви и, вы это знаете, конечно, богослужебном опыте Церкви Христовой. Вся наша служба преимущественно произносится словами псалмов, и словами псалмов говорил сам Христос ученикам своим. И вот сегодня продолжим. Начиная со стиха 13-го этого псалма, 118-го, прочту несколько. Уставами моими возвещал я все суды уст твоих. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Уставами твоими утешаюсь, не забываю слова твоего. «Яви милость рабу твоему, и буду жить, и хранить слово твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего». Чудеса закона твоего. Видите, просто исполнить закон, чтобы там быть праведным и оправданным Богом. Нет, в самом законе Давид видит некое сладостное для него чудо. Далее. «Странник я на земле, не скрывает меня саповеди твоих. Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Странно, кстати. Душа истомилась желанием судов во всякое время. К этому надо на этом специальное внимание обратить. Мы прочитали сейчас с 11 по 20 стих 118-го псалма. «Вот странник я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих». Что значит «странник»? Это ведь характеристика всего народа израильского. Это народ-странник. И началось это с первого призыва, как мы уже недавно отмечали, с призыва, обращенного к Аврааму. «Выйди и иди туда-то». И далее. Тут, конечно, книга «Исход более всего» поможет нам понять некую суть, судьбы этого народа. Обратимся к книге «Исход», к тому важнейшему моменту, когда Господь велит Моисею вывести народ из земли египетской. Что слышит Моисей? «Выведи народ мой», – говорит Господь Моисею, – «из рабства». Народ, который привык быть в этом рабстве уже 400 лет, который до рабства прожил всего три поколения, они были потомки Иакова, ну как, то есть, внуки Иакова оказались в Египте, потом внуки этих внуков уже стали рабами. Так вот, Авраам, Исаак, Иаков. Иаков потерял Осифа, потомки Иосифа оказались в Египте. Что они могли помнить о предшествующих кратких десятилетиях, которые жили их правоцем – Авраам, Исаак и Иаков. Ничего не могли помнить. Они в Египте стали местными рамами и более ничего. Им ли было мечтать о каком-то избавлении от рабства? Ну, может быть, об облегчении участи своей. Всякий раб мечтает о сохранении какого-то своего, так сказать, своей идентичности, да, и так, в общем, живет любая диаспора или изгранный народ, он старается скучковаться, чтобы как-то себя хранить и быть в каком-то самоуважении. Но избавиться от рабства, где кто избавит? Однако, вот что слышит Моисей. «Выведи народ мой» – тут существенно, что народ этот назван Божьим народом. «Это мой народ». Оказывается, это не просто одна из многочисленнейших частей человечества, которая размножилась по всему земному шару. Каким образом? Ну, в древнем сознании, как это мифы объясняют образом, а как объясняет рационалистическое, там, атеистическое сознание от обезьяны произошло, ничего подобного. Народ мой. Люди созданы Богом для общения с Ним. И это предназначение человечества восстанавливается через историю в начале, историю вот этого народа, малого, который рожден от Авраама, как бы наново создан. Ведь что такое происхождение еврейского иудейского народа от Авраама? Это как бы новое сотворение человечества. Авраам, бездетный старец Сара, которая уже не могла быть матерью, рождают Исаака исключительно чудом Божьим, и никак иначе. И далее всё, что происходит с этой семьёй, происходит только водительством Бога. Так женится Исаак, так из двух братьев, двойняшек, избирается Иаков, как отец будущих двенадцати сыновей, а те, в свою очередь, правоотцы двенадцати поколений Израиля. Так сохранён он, этот народ, в Египте от погибли голодной тем, что перешёл свою судьбу Иосиф. И так он выведен из Египта, из рабства, как бы опять же наново рождён, надоба восстановлен через Моисея. И так странничество является судьбой этого народа. И вот, как об этом сказано уже в книге Бытия, ещё до того, как что-то говорится о выходе Израиля из египетского плена. В книге Бытия Иаков говорит фараону, «Дни странствования моего 130 лет». Странствования. Так он определяет свою жизнь. Или, как сказано теперь уже в Новом Завете у апостола Павла в послании к евреям. Вот так он говорит о праведниках Ветхого Завета. «Все сии умерли в вере, не получив обещаний, а только издали, видели оное, и радовались, и говорили, что они странники и пришельцы на земле». И это странничество, знаете, в русском языке слово «странник» ещё и слово «странный» означает не только то, что человек этот, откуда это пришёл, так сказать, но и он не такой, как все означает, странный. Тут этот смысл стоит ещё раз подчеркнуть, потому что мы можем сейчас ещё раз вернуться к книге Второзакония, которую упоминали в предыдущей беседе, где сказано, «Ибо есть ли такой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок нам Господь, Бог наш, когда мы призываем его?» Действительно, странный народ, другой народ. И его инаковость обеспечена именно прямым обращением к нему Бога, как к своему народу. Как видим, и это тоже очень ощутимо во всей Псалтире, не человек только ищет Бога, но Бог прежде всего ищет человека. Он воззвал к Аврааму, он воззвал к Моисею, чтобы вывести народ его. И с тех пор народ становится обществом, народом Божьим, становится экклесия, или как по-еврейски кагал, по-русски, церковь, то есть общиной, общиной Бога. Ещё раз повторим 20 стих. «Истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Вот тут, конечно, странно, потому что суды, как мы понимаем, это нечто странное, страшное. Мало ли что присудят. Всякий боится суда, даже если ожидает, что будет оправдан. Но в случае с отношениями человека с Богом иное. Вот как в 41-м псалме выразительнейший псалом. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Божия, жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь при лице Твоем». Так вот, желание суда Божьего, желание правды Божьей, правда и суд – это одно, это желание самого Бога. Что ожидает человек узнать, во что войти, ожидая встречи с Богом? Ожидает узнать правду. Ну, вы помните, что судебник, как сейчас вы бы назвали, может быть назван правдой, русская правда. Это так в первые века истории Руси назывался свод постановлений. Правда – это то, что торжествует, то, что утверждает себя. И это не случайно может быть названо судом. И эту правду Божью ищет, желает, ее любит, в нее влюблен, как жавчат, как воды, Давид. Далее говорит Давид, «Ты укратил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношения и посравления, ибо я храню откровения Твои». То есть, проклятие, оно происходит от Бога в ответ на уклонение от заповеди Его. Уклонение, то есть, от правды Божьей. Возвращение к Богу – это идти путем заповеди Его. Таким образом, заповеди – это не просто предначертания, которыми человек должен оградить себя от ошибок и тем самым угодить Богу и получить некое благополучие на земле. Вовсе нет. Это путь к встрече с Богом самим. Это указатели, так сказать, на дороге, которая не сама по себе драгоценна дорога. Ведь нам и надо ехать по дороге, наши указатели, для того, чтобы нам нравилась езда сама по себе. Они для того, что существуют, чтобы обеспечить безопасное попадание туда, куда мы этой дорогой хотим попасть. Так вот, дорога жизни эта, человеческая, она вся, так сказать, организована, направлена закону Божьим, заповедями Божьими. Уклонение означает погибель. Сними из меня поношение посрамлений, ибо я храню откровения твои. Все поношение, все посрамление состоит в том, что человек забудет Бога, и только память о нем является средством собственное достоинство и значение жизни своей сохранить. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих. Смотрите, некие враги сговариваются против него, а он ему бы как-то оборониться организовать свое, вообще говоря, безопасность средствами доступными ему, а он размышляет об уставах твоих. Вот что является его защитой. Откровения твои утешения мои, и уставы твои советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему. Вот, где слово Бога, там жизнь. Это разве не соотносит такое понимание с тем, что узнают ученики Христа. Он слово Отца, Бог слово, логос. Он источник жизни. Я есть путь истины и жизни, говорит он. В конечном счете, это предчувствие, вернее, даже предчувствие, но доступным веткозаветному человеку за много веков до Рождества Христова узнавание о том же самом, о чем говорит Христос ученикам, вот, выражено этими словами 25 стих 118 псалма. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову твоему. Объявил я пути мои, и ты услышал меня, научи меня уставом твоим, дай мне уразуметь путь повеления твоих, и буду размышлять о чудесах твоих. Для человека это как бы высшая точка жизни, размышлять о чудесах твоих, разуметь повеления Божьи. Но ведь разуметь эти повеления – это не просто правильно понять какие-то прописанные истины. В конце концов, тут требуется просто внимательное чтение и хорошее дисциплинированное поведение, чтобы понять и жить по правилам. Так нет же, это некое впитывание божественного присутствия в обращении Давида к закону Божьему. Он для его не просто текст, который надо запомнить, он для него слово в том его значении, которое вполне откроется во Христе. И мы читаем Евангелие Таана. Вначале было слово, и слово было Бог, и слово было Бог. Оно было вначале Бога, и все через него начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеку. Вот о том, что Слово Божье – это жизнь и свет, это мы в таком доступном ветхозаветную пору уровне читаем и у Давида. И вот как далее. Удали от меня путь лжи, и закон твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой и суды твои. Потеку путем заповеди твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Тут мы можем вспомнить книгу Откровения Иоанна Богослова, то есть Апокалипсис, где сказано «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Видите, побеждает и соблюдает дела мои до конца. То есть закон мой, так говорит Господь, говорит Тайновидцу Иоанну, тому дам власть над язычниками. Значит, речь идет о победе над всякой неправдой, восстановлением истины в том, кто, соблюдая заповеди Божьи, побеждает. Это победа Бога в человеке, победа Бога в человеке через соблюдение Его Слова совершается. «Поставь меня на стезю заповеди Твоих, ибо я выжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не верить суеты. Животвори меня на пути Твоем». Человек просит, Давид нуждается в том, чтобы все внимание, все побуждение его жизненное было направлено к откровению Божьим. Было независимо от суеты житейской. Животвори меня на пути Твоем, чтобы мне не верить суеты. Вот как в книге «Исход» можем прочитать. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную». Ведь это очень напоминает и первый стих 118-го Псалма. «Блаженны непорочные пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение во всем сердцем взыщут его». То есть ходящие в законе Господнем и не смешивающиеся с внешней лживой посрабляющей человека, отвлекающей от правды, убивающей человека суетой, не смешиваются. Человек, который ищет правды, не будет заинтересован в чём-то, что неправда. Это, между прочим, наиглавнейшее условие содержательной и глубокой жизни. Прежде чем познать истину, надо не отвратиться на путь лжи, с чего, собственно, псалтыри начинается ещё раз, ещё раз, и можно не один раз вернуться к первому псалму. «Блажен путь, который не ходит на совете нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании отвратителей, но в законе Господа воли его, и о законе его размышляет он день и ночь». И действительно, так вот говорит и книга Исход. Убежище его, такого человека, неприступные скалы, хлеб будет обеспечена его жизнь. Не нужно бояться, что если мы потеряем интерес, потеряем такое-то особенно живое внимание к внешней суете, что мы останемся обездолены и вообще будем сирять, как говорится, на бабах. Нет, мы будем сыты. Об этом и Евангелие говорит. «Ищите прежде Царство Божие, остальное приложится вам, не отнимется, а именно приложится, у вас будет то, что потребно для жизни и не отнимется нужное, если вы будете искать высшего, Царства Божьего». В Исходе говорится «Глаза твои увидят царя в касайте его, узрят землю отдаленную». Ведь вы посмотрите опять, как странно, еще в книге Исход в Ветхом Завете говорится «Глаза твои увидят царя в красоте его, Бога узрят». Теперь можем вспомнить заповеди блаженства. «Блаженные чистые сердцем, ибо те Бога узрят». Как все это едино. И заповеди блаженства в Евангелии, и то блаженство, о котором говорит Давид, и то, к чему призывает Господь через пророков в Ветхосоветных книгах, как в исходе, например, только что цитированные строчки. Вот далее. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от ус моих слово истины, ибо я уповаю на следы Твои, и буду хранить закон Твои всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеление Твоих. Буду заповедями Твоими, которые возлюбил». Тут очень уместно вспомнить опять Евангелие от Иоанна. «Если заповеди мои соблюдете, говорит Господь ученикам своим, так он в беседе на Тайной вечере говорит своим ученикам, это вот эти чудные слова, которые мы читаем в Великий Четверг, с этого начинается чтение Евангелия вечером Великого Четверга, это утренняя пятница Великой, когда читаем 12 отрывков из Евангелия. Мы начинаем с большого отрывка из Иоанна, 13 глава, читаем дальше, до 18, и в 15 главе от Иоанна мы читаем «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». Какая великая награда за соблюдение заповедей. Стало быть, это заповеди не просто правила послушных учеников. Соблюдение заповедей – это проявление любви к Богу. И в ответ на эту любовь человека встречает любовь к Богу. И пребудете в любви моей. И это знает Давид. для соблюдение заповедей Божьих – это не просто формальное послушание, то, что стало потом для фарисеев, а соблюдение заповедей Божьих – это проявление его любви к Богу. Или буду корить свободно, говорит Давид, ибо я взыскал повеление твоих. А Иоанн, евангелист, это в восьмой главе Евангелия, говорит так, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Буду корить свободно, ибо я взыскал повеление твоих, восклицая Давид, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот мы бы, может быть, не поняли вполне слов Давида в этом 45 стихе 118-го псалма, если бы не соотнесли их со словами Спасителя в Евангелии. Сын Давидов, Иисус Христос, говорит нам в сущности о том же, но в более прямом для учеников проясненном смысле, потому что он знает, ученик Христос, что сама-то истина – это не просто некие слова о Боге, а истина – это сам Бог. И этого не понимает только тот, кто не верует и не знает, и не хочет знать его. Когда Пилат спрашивает Иисуса, что есть истина? Иронический такой вопрос, который не требует ответа. Иисус не отвечает, потому что истина стоит перед Ним лично, в самой жизни Христа содержится истина, и только в погружении в нее человек ее познает. Познание не означает получение информации, а означает соединение с тем, что истина познается. Ну, мы на этом сегодня закончим рассуждение о 118-м псалме в связи с другими текстами Священного Писания. Продолжим в следующей беседе. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok